Лучевая терапия 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 именно обусловили подход к проведению лучевой терапии. Когда мы видим, что если лимфодисекция выполнена и метастазов в лимфатических узлах нет, и имеется низкий риск прогрессирования, то мы им полно имеем право не проводить никакой лучевой терапии. Ни дистанционная в брахе терапии, ни брахе терапии. Но давайте посмотрим ниже немножечко. Это для первой стадии. Промежуточные, промежуточные, высокие и высокие. Конечно же, меняется отношение к применению и использованию методов лучевой терапии. Хотим мы или не хотим, но если мы не хотим получить какого-то продолженного роста данного заболевания, то мы должны учитывать все факторы риска прогрессирования. И при промежуточном риске мы обычно проводим брахе терапию. Но вопрос другой. Вопрос, что брахе терапия, как любая лучевая терапия, она обладает не только токсическими проявлениями, но она влияет и на многие качественные параметры жизни больных. И особенно у женщин в возрасте 60 лет. Наверное, надо рассматривать вопрос о том, следует ли применить брахе терапию или не следует, потому что это обязательно скажется на ее качественных параметрах жизни. При промежуточном высоком брахе терапии, да. Вот если имфодисекция не выполнена и имеется еще и низкая степень дифференцировки, то в любом случае мы обязаны проводить и дистанционное облучение, и брахе терапию, потому что риск возврата заболевания достаточно высокий. Я не буду включать высокий риск, потому что в любом случае мы должны подключать лучевую терапию. Но для второй стадии какой консенсус был выработан? Если в лимфатических узлах удаленных нет никаких метастазов, то при первой степени и второй степени дифференцировки мы должны ограничиться брахе терапией. Мы можем ограничиться. Не должны, а можем ограничиться брахе терапией. А вот если у нас уже имеется лимфовенозное метастазирование, и если имеется низкая степень, то мы должны обязательно подключать дистанционное облучение малого таза. Это рекомендации, которые были взяты из клинических рекомендаций Минздрава России за 2021 год. Но мы с вами прослушали прекрасную лекцию Анны Олеговны по молекулярной классификации, по новым изменениям морфологической классификации. И о необходимости именно проведения молекулярной классификации и возможности определения различных маркеров. И как мы видим, для чего они необходимы? Они для пациентов необходимы, относящихся к промежуточно-высокому и к высокому степени риска. Это степень дифференцировки G3, глубокая инвазия в миометрии, первая B, вовлечение лимфоваскулярного пространства, положительные перитониальные смывы и, конечно же, редкие формы рака эндометрия. И что мы видим? Если мы определяем по 53, то сейчас даже на последние наши рекомендации, которые были выставлены в 2020 году на ЭСТРО, на совместном заседании ЭСТРО, и сейчас, в общем-то, они действительно опубликованы, то нам надо проводить химио-лучевое лечение. А вот действительно полимутация, полимутация адевантного лечения, она совершенно не требует. И, собственно говоря, тот следующий момент, когда мы видим в этих же рекомендациях, что низкий риск прогрессирования карцинома эндометрия, он не рекомендует проведение адевантного лучевого лечения. В молекулярной классификации имеется такое же подтверждение, что наличие патогенной мутации поля при карциноме эндометрия 1-2 стадии с низким риском прогрессирования следует рассматривать как возможный отказ от адевантной лучевой терапии. При третьей стадии и четвертой стадии рака карцинома эндометрия с патогенной мутацией у нас нет рандомизированных исследований, и говорить о каких-то исходах при отсутствии адевантного лечения, в общем-то, достаточно сложно. Поэтому я бы, наверное, лично на свой взгляд, я бы, конечно же, подключила лучевую терапию. Что касается промежуточного риска прогрессирования карцинома эндометрия, когда отсутствует или имеется только очаговое лимфовенозное метастазирование и отсутствует молекулярный маркер P53, то адевантная брахиотерапия уменьшит у нас риск рецидивного влагалища. Отказ от адевантной брахиотерапии возможен при 2-й и 3-й стадии, особенно для пациентов с отсутствием этих данных. Ну, если говорить уже о методике проведения лучевой терапии, то, конечно же, она должна, в общем-то, учитывать вот эти 4 пункта. Во-первых, оптимизацию адевантной или радикальной лучевой терапии на основе индивидуального планирования параметров облучения, на обеспечение воспроизводимости условий облучения от сеанса к сеансу, на существенное повышение прецензионности или точности облучения, ну и, конечно же, на персонализацию режимов фракционирования разовых и суммарных очаговых долг с учетом именно энергии излучения. Говорить о тех моментах, которые отражены у нас в клинических рекомендациях и которые у нас, в общем-то, они стандарты для проведения лучевой терапии, для того, чтобы мы учитывали или проводя комфортную терапию малого таза и зон регионального метастазирования, или же используя новые методы облучения АМРТ, то, конечно же, мы должны четко соблюдать все эти параметры. Это микроскопическую опухолевую инфентрацию в первичном очаге в матке, в верхней третьей влагалище, в плесцово-маточном связке. Это должны быть учтены или расположены региональные лимфатические узлы. И, соответственно, когда мы границы формируем, то мы должны знать, что отступ для первичной микроскопической опухоли составляет не менее двух сантиметров, а для региональных лимфоузлов не менее одного сантиметра от четких границ поля. Если же у нас имеется поражение подвздошных или парартальных лимфатических узлов, то, конечно же, мы можем широко использовать модуляцию новой методы облучения и комфортную терапию в том числе, но при этом мы имеем право расширять поля облучения и делать их гораздо больше, включая при этом границы поля на уровне Т12 и Л1, и Л2 поясничного позвонка. Это комфортная, я повторяю с этим снимком, комфортная лучевая терапия, которая позволяет нам проводить облучение и обычно стенок влагалища, и, конечно же, расположение лимфатических узлов с ограничением воздействия на головки, тазовых костей, на головки и на ветлужные впадины. Но вот что бы хотелось сказать из этих новых рекомендаций, которые представлены в 2020 году, что, конечно же, они ссылаются на современные методы лучевой терапии с модуляцией интенсивности терапии и с объемной модуляцией дуги, которая позволяет одновременно проводить облучение расширенными полями, особенно в случае поражения парартальных или подвздошных лимфоузлов, как с химиотерапией, так и без нее. А вот при выраженной лимфово-воскулярной инвазии до цервикальной и стромальной инвазии или в стадиях 3B и 3C возможно дополнительное использование брахиотерапии к дистанционной лучевой терапии. Однако далее сочетание лучевой терапии с химиотерапией должно, конечно, быть комбинацией обоих методов, и комбинация этих методов, она должна быть рассмотрена на междисциплинарном консилиуме с использованием специалистов как лучевой терапии, как специалистов хирургии, так и специалистов, занимающихся химиотерапией. Почему? Потому что использование лучевой терапии, как я говорила ранее, вызывает и так выраженные изменения со стороны нормальных органов и тканей. И почему рекомендуются именно новые методы, которые на сегодняшний день, конечно же, в России у нас не настолько широко распространены за счет ограниченного технического обеспечения, потому что они позволяют нам в большей степени снижать лучевую нагрузку на окружающую опухоль и мишень, так называемую, которую мы должны облучать, снижать нагрузку на окружающие нормальные органы и ткани. Вот комфортная лучевая терапия. Она очень четко позволяет нам видеть границы прямой кишки, границы мочевого пузыря. Это прекрасно. Границы расположения стенок толстого кишечника эректосигмоидного отдела. И более четко, правда, она требует определенных усилий и грамотности физиков и расчетчиков, но она именно позволяет нам концентрировать дозу. Что еще хорошо при использовании комфортной лучевой терапии и интенсивной, и МРТ? Если в процессе лечения у нас происходит, в общем-то, в процессе мониторинга снижение или уменьшение опухолевых масс, мы, конечно же, можем изменять поле облучения и, соответственно, давать именно гораздо большую дозу облучения на остаточный очаг, не подвергая воздействию окружающей ткани. Брахиотерапия в послеоперационном периоде, наверное, наиболее важна она сейчас при раке эндометрии. Почему? Потому что оперируют, убирают люфу узлы, говорят, что все хорошо, а вот брахиотерапия, она, конечно, необходима всегда. И для брахиотерапии мы с вами говорили об этом. Но поскольку используются различные методы, как лапароскопические, так и лапаротомические, то, конечно же, проведение данного метода должно быть четко ограничено 12 неделями. Не более 12 недель, но и не менее 6 недель. И нужно оценивать состояние культивлагалища. Наверное, неоднократно многие радиотерапевты сталкивались с тем, что происходит расхождение швов в вагинальных, и проводить вагинальную брахиотерапию достаточно сложно. Но, проводя брахиотерапию, мы обязаны обязательно учитывать и толщину культивлагалища, насколько она должна быть. Потому что доза, которая планируется на глубину, это 0,5 см. И мы должны учитывать распределение ее, какая доза упадет, если толщина культи составляет 7 мм или более мм. Конечно же, в общем-то, дозы для проведения брахиотерапии ограничиваются 24 греями. Это суммарные дозы. Однако, если у нас имеется рецидуальная опухоль СР1 и Р2, то более высокая доза может быть подведена. Доза свыше 25 грея может быть подведена. Все, я так понимаю, время стекает, да? Что еще важно? Что мы должны обязательно контролировать расположение именно вагинального аппликатора во влагалище. Что это дает? Это дает нам оценить нахождение его по отношению к слизистой и, соответственно, отношение к органам риска, к мочевому пузырю и прямой кишке. А после оперативного вмешательства мы с вами отлично понимаем, что меняется, в общем-то, анатомическое расположение этих органов. И если мы не будем учитывать эти данные, то мы можем привести к переоблучению тканей и, соответственно, мы можем получить какие-то лучевые осложнения. Что мы должны знать? Мы четко должны понимать, что существует определенный прелел толерантности нормальных органов и тканей, которые попадают в зоны облучения. И мы должны, в общем-то, следовать тому, чтобы ни в коем случае не превышать полученные нами дозы. Теперь, что касается рецидива рака эндометрия. В последних рекомендациях ЭСТРО говорится о системной поле химиотерапии или же лучевой терапии и химиотерапии. Когда нам лучше всего использовать эти методы лечения? Локальный рецидив. Конечно же, припочтительнее использовать дистанционную лучевую терапию. Если же это касаться будет брахитерапии, ее можно совместить с химиотерапией. Вагинальный рецидив. Дистанционная и внутриполосная. Есть новые методы. Это интерстициальная брахитерапия под визуальным контролем. А при поверхностных опухолях только брахитерапия внутриполосная. Что касается системного лечения, оно сейчас широко представлено в последних заключениях ЭСТРО или ЭСМО. Но его можно рассматривать до и после лучевой терапии. Что временной параметр проведения повторного облучения, да, оно возможно при длительном интервале после первого облучения. Какие-либо комментарии по поводу использования лучевой терапии при наличии в анамнезе уже проведенного метода лечения с использованием различных методик дистанционной лучевой терапии или бракитерапии не существует. Но все склоняются к единому мнению, что ранее 6 месяцев после предыдущего лечения не стоит повторять снова лучевую терапию. Это приводит к более выраженным лучевым повреждениям. Из каких новых методов мы можем предложить что-то, в общем-то, для лечения рецидивов? Есть облучение электронами, есть облучение протонами, есть цириотоксическая лучевая терапия. Но на сегодняшний день еще рассматривается и еще интерсоциальная брахитерапия капсулами, которая возможна при локальном рецидиве рака эндометрия во влагалище. Однако мне бы хотелось поднять несколько вопросов. Несмотря на то, что мы имеем, в общем-то, определенные рекомендации Эстра и наши клинические рекомендации, утвержденные Минздравом, мы должны обязательно обращать внимание на вопросы, которые требуют обсуждения. Это изолированное поражение нижнего сегмента без глубокой инвазии в миометрии, но имеющей G3. Это тотальное поражение стенок матки с G2, G3 без глубокой инвазии в миометрии, но с вовлечением слизистой цервикального канала и без лимфовенозного метастазирования. Но и отдельным вопросом, который поднимался тоже в школе Санкт-Петербурга, в институте Петрова, это наличие деморфанного рака эндометрия. Когда дифференцировка плоскоклеточного железного компонента тесно коррелирует с друг другом, но состояние железного компонента служит более надежным прогностическим фактором, а глубины инвазии у нас практически не существует. Это поверхностные опухоли. Вот эти вот моменты, они, конечно, требуют дополнительного обсуждения и обсуждения именно междисциплинарного обсуждения, но и, конечно же, нашего совместного онкогинекологического обсуждения. Возможно ли использование лучевой терапии в самостоятельном варианте? Да, возможно. Я указывала, что 4% больных они могут получать самостоятельную опухоль. Людмила Ивановна. Заканчиваю, да. И она идет как при первичных опухолях, когда по каким-то определенным противопоказаниям мы не можем проводить операцию. Но в этом случае комбинат она может ограничиться чисто дистанционной лучевой терапией, брахиттерапией или комбинацией дистанционной и лучевой терапией, особенно при опухолях высокой степени злокачественности или при глубокой инвазии в эндометрии. Благодарю вас за внимание.